Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я отвечу на ваши вопросы, которые были мне заданы, и такой вкратце видео-дневник по Геленвагену, потому что основные вопросы, естественно, были по Геленвагену, и насчет последнего видео Жорика, где он обвинил меня в том, что я беру всех деньги за тест-драйв. Но признаваться я буду после обзора, как бы вкратце, краткого обзора Геленвагена, и скажу, что в принципе у нас на данный момент с ним есть. Итак, значит, на данный момент, я думаю, вы видите в последний раз автомобиль в этой конфигурации, потому что мы будем менять здесь все. Ну, естественно, автомобиль еще ездить и ездить будет 1200 минимум без проблем, потому что, как я говорил уже один раз, как только я его купил, я поменял все возможные резинки, сальники в кулаках передних. В принципе, проблем нет. Сейчас работают все блокировки, сейчас все работает, обошлось мне все в 40 тысяч рублей, дальше, естественно, я поменял только руль, а по салону и так все было в идеале. Поэтому, ну, уже скучно ездить в этой конфигурации, все-таки хочется мощного V8, и мое убеждение, что Геленваген все-таки должен быть не дизельным, бензиновым, а именно и в идеале мощным, с мощным атмосферным V8. Поэтому я не буду раскрывать какие-то планы, но могу сказать, что будет атмосферный, мощный двигатель, очень мощный двигатель. Мы поменяем тормозную систему полностью, мы поменяем коробку, ну, вот и все, ну, по мелочи, да. Коробка передач у нас будет стоять такая же, которая стоит на JPS R-T8. В общем, и концепция этого автомобиля, опять же, не для гонок, мы его немножко поднимем наверх, мы, я вот насчет рестайлинга до сих пор не решил, цвет вроде мы с вами выбрали, но машина будет поднята, колеса будут торчать по бокам, будет злая зубастая резина стоять. В общем, автомобиль будет красивый, вот с внешностью, конечно, есть замануха сделать его под 63 AMG, вот, и он будет достаточно красиво смотреться на расширителях, но расширители будут стоять в любом случае, потому что все-таки с расширенными арками он смотрится лучше, и будет стоять колеса злые, резиновые, именно с вылетом, и они будут так покрывать целиком ее, поэтому будет красиво, будет динамично. И злой атмосферник будет все-таки не для гонок, а для преодоления жестоких препятствий, то есть для подъема в горку он может даже подпрыгивать в конце, то есть подвеска будет переделана. В общем, еще два Геленвагена сюда планируется влить, по деньгам таких же, но проект будет интересный, потому что сама, грубо говоря, конфигурация мотора будет единственная в мире. Ну, единственная, конечно, не в мире, может, кто-то делал, но я не знаю, но официально таких моторов никто не делает. На каком топливе он будет ездить, да, то есть на каких колесах, это все вы увидите. Примерно ориентировочно старт проекта по полной переделке Геленвагена намечается на май, то есть уже будут выходить видео, с самого момента там мы будем его разбирать, показывать. А так, в эту конфигурацию он, я в принципе все рассказал, и было много видео про это, мы сравнивали его с УАЗ Патриотом, с Нивой, на покатушках с Г-55 он гонял, поэтому эта конфигурация, на мой взгляд, полностью раскрыта. Хотите у меня спросить, стоит ли покупать Геленваген бэушный старых годов, тысяч примерно, но сейчас уже 550 таких цен нет, сейчас они подорожали, я не знаю, с чем это связано, может быть, с тем, что компания Мерседес мне платит за пиар Геленвагена, и вся вторичка поднялась. Вполне возможно, это, кстати, идея для блогеров, которые хотят за счет меня распиариться, и давайте кинем клич о том, что мне платят Мерседес за рекламу Геленвагена, потому что один умник уже придумал, что я пиарю СРТ, и начал его пиарить, и мне начали платить с того момента, даже когда у меня было 2000 подписчиков, а просмотров там 1010 было. Неумное было обвинение. Значит, стоит покупать, но не стоит покупать на последние деньги, а особенно брать кредит на покупку бэушного Геленвагена, потому что вы столкнетесь с тем, что вы будете выплачивать кредит, а еще будете брать второй кредит на его доводку. Опять же, мой знакомый купил Геленваген без меня, но насмотревшись. Правда, машина была 1994 года с таким же мотором. Он сразу заказал себе без колес, но потом машина встала, и она стояла ровно 4 месяца. Он искал мозги, потому что мозги полетели. Поэтому раз на раз не приходится, если уж вы хотите купить этот автомобиль не на последние деньги, и с человеком, который в них разбирается, или хотя бы имеет понятие о том, что нужно смотреть, что проверять, и уже исходя из этого делать покупку. Автомобиль. 16 литров по городу расход. Выше 120 литров это некомфортная скорость для этого автомобиля. В принципе, проблем он мне не доставлял. Тормоза, как я уже говорил, слабоваты, но они уже будут дисковые везде. Большие дисковые тормоза. Так. Ну, наверное, пока все по Геленвагену. В принципе, я ответил на ваши вопросы. Значит, второе. Про то, про видео Жорика. И если вы обратили внимание, так скажем, бомбануло не только у него. Все началось с видео, помните, когда в ответах на вопросах называется видео реклама. Я смеялся над тем, как блогеры идут по сценарию заказчиков и обманывают людей. Что такое обманывать своих подписчиков? Человек говорит, я этим пользуюсь, покупайте. Я пользуюсь, на самом деле он этим не пользуется, но пользуется своим именем, чтобы продать товар. Не свой, а производители, который заплатил ему деньги. Это обман. И у всех, надо заметить, что Жорик, значит, выпустил видео, где обвиняет меня в рекламе всех автомобилей, которые я тестирую. То есть, всех автомобилей, которые я тестирую. Потом он ВАГ. Как-то вот такие виллы из ВАГа образовались. А ВАГ это, понимаете, да, что это? Это Шкода, Фольксваген, Ауди, Ламборгини, Бентли, Порше. Вот. И, значит, основным его аргументом было в том, что, ну, кто вам разрешит тестировать Каен и, грубо говоря, насиловать его в снегах? Во-первых, я бы хотел огорчить, значит, всех, кто повелся на эту тему, что все автомобили, все премиум автомобили, которых мы насиловали, например, в снегах, это автомобили подписчиков. Это все абсолютно без исключения. Это люди, которые на почту мне пишут, и дальше у нас будут тесты таких автомобилей. Вы можете сами написать и проверить, возьму ли я с вас денег или нет. То есть, Антон, у меня есть, например, Land Cruiser 100-ка, 105-ка, например, и я хочу, чтобы ты снял обзор на мой автомобиль. Ну, вот, ну, сымитируйте ситуацию, например. Скажите, что у меня интересная машина или неинтересная, и вот позвоните мне и проверьте. Возьму я с вас денег или нет. Второе, значит, предположение Жорика, что это массовый пиар и то, что я рекламирую новые машины. Значит, что такое реклама? Да, я рекламирую новые машины, когда говорю, что вот вышла новая машина, она стоит, новый автомобиль, так будет правильно, она стоит, там, говорю, стоимость ее и цену. Это, в принципе, реклама. Но я за это деньги не с автопроизводителя не беру. Я получаю контент и, грубо говоря, они мне предоставляют автомобиль, я получаю контент для поддержания своего канала. Это взаимозачет. Хочу отметить, что Хонда также предлагала и в том числе Акура сотрудничать с Жориком, но он почему-то отказался. Возможно, ему это не интересно. С другой стороны, я думаю, что ему было бы интересно, если бы ему предложили деньги. Потому что Жорик, думаю, за деньги с удовольствием бы тестировал автомобиль. К сожалению, ему приходится рекламировать непрофильные товары, наушники и всякую херню, в общем. В том числе бомбануло и у Давидыча. Давидыч в нескольких, значит, своих видео ну, там, про СРТ намекнул на то, что заплатили одному блогеру, чтобы он пиарил СРТ. То есть у нас официально СРТ там продаются, там, ну, там, 10-е... Вообще, квота там 13 машин первая, по-моему, была, да? Когда я начал снимать тесты про автомобили, меня никто не смотрел, меня никто не знал. СРТ мне помог, сам СРТ, как интересный автомобиль для привлечения контента, развить канал. И это факт. И это по теории, теоретически, я вообще должен был заплатить деньги за продвижение своего канала. Поэтому здесь я автомобилю СРТ, не компания, она вообще у нас не представлена, у нас нет подразделения Street Racing Technology в Москве. Здесь я больше благодарен именно этому автомобилю, который мне позволил подняться вверх. Если мне любой другой автопроизводитель, и это, кстати, обращение к автопроизводителям, предложат интересный автомобиль или новый автомобиль на тест, безусловно, я это сделаю. Потому что почему-то никто, кроме меня, никто, кроме меня, не тестирует новый автомобиль. Знаете почему? Потому что это невыгодно. Они не платят. Они вам дают тачку, например, и все, и вы ездите. Они с этого не зарабатывают. Зачем им это нужно? Поэтому вот эти все обвинения, это знаете как, вот ты говоришь человеку, ты дурак. Он говорит, да, я дурак, но ты тоже дурак. Вот я дурак поэтому, а я дурак, а ты дурак поэтому. Вот нет. Вспомните, с чего это началось. Ну, я был, конечно, немножко разочарован в некоторых блогерах, которые вот так вот, ну просто глупо меня обвиняют. Так как, в принципе, мои претензии, вы сами понимаете, что и Давидыч, и Жорик, они все берут бабки. Но разница лишь в том, что Жорик берет 10-15 тысяч за рекламу, а Давидыч берет в десятки раз больше. И он это не раз у меня в инстаграме писал, и везде он это даже не скрывает. Вот. Поэтому это их личное дело, у меня к этому претензий нет. Просто у меня, ребята, и к Жорику, и к Давидычу, вы себя-то вы можете наебать, но вы не наебывайте своих подписчиков. Это для вас реально плохо кончится. И не надо посылать никого наебой. Это, ну, кто-то ведь может зацепиться и открыто посылать владельца, некоторых автомобилей. Я считаю, что это неправильно, потому что в основном, к сожалению, ваше шоу смотрит молодежь, и вы можете стать плохим примером для них. Так-то мальчик один может кому-нибудь и послать, но для него может это плохо кончиться. Поэтому это плохой пример. Не надо. Значит, дальше. Сейчас у нас, я так думаю, еще будет Крузак 105-ка. Мы поездим по грязи, протестируем. Затем у нас начинается эра, такая достаточно интересная эра крутых суперкаров. У нас реально будут суперкары. Они выйдут в мае, в июне. У нас будут быстрые автомобили. Наконец-то мы поймаем зацеп. И, наконец-то, мы сможем проводить замеры. Ощущение. Дай бог мы дойдем до сравнительных тест-драйвов, потому что сравнительные тест-драйвы очень сложная вещь. Я звоню в Тойоту, говорю, здравствуйте, меня зовут Антон Воротников. Я хочу, например, взять у вас Тойота Камри. О, без проблем. Я хотел бы уточнить, я буду сравнивать ее с Ниссан Тианой. О, это надо уже, ну, уже как, и в Ниссане будет то же самое. Поэтому на данный момент мне нужно два автомобиля. Ниссан Тиана новая и Тойота Камри. И мы сравним. Вот. Затем у нас будет сравнение. Я планирую провести сравнение нового X5, ML и, может быть, будет Range Rover Sport. Вот. Ну, я думаю, Q7, к тому еще моменты новые не успеют. Затем мы будем планировать сравнительные тест-драйвы премиальных седанов. Ну, в кавычках премиальных. Это пятерка BMW, F10, это E-класс и Audi A6. Кстати, вот насчет F10. Помните, я говорил, тот самый тест-драйв, где придержался качество пластика, мы там проклеивали все туда-сюда. Да, на данный момент, на 14 тысяч километров, это официальная дилерская история, у автомобиля полетела рейка и усилитель. Под списание. Автомобиль по гарантии поменяли. Опять же, автомобиль стоял там, по-моему, две или три недели. Тоже оказался еще проблемнее автомобиль, чем я думал. На этом же автомобиле поменяли прокладку клапанной крышки. Тоже достаточно. Ну, человек уже привык к автосервисам BMW. Он уже ездит туда-сюда, он уже знает, что примерно, что у него полетит в следующий момент и что будет дальше. Я говорю, опять же, исходя из фактов. Значит, все, в принципе, я сказал. И давайте отвечать будем на ваши более конкретные вопросы. Иду, значит, по вашим вопросам. Обещал показать, так, Денис Белоусов 20 лайков, Антон обещал показать свою первую семерку. Я покажу, потому что на данный момент весь гаражный кооператив, где стоит автомобиль, он полностью снегу и вытащить там нереально. Как только растает, обязательно вам покажу. Про 500 сильный мотор вопрос. Много очень лайков я уже ответил. Примерно автомобиль будет, ну, приблизительно готов, может быть, в июле. Ну, вот посмотрим, как бы. Сложно загадывать. Антон, можешь ли... Иван Пинчук, 67 лайков. Антон, можешь ли ты говорить по-чувашски? Несмотря на то, что я живу в Чувашии, в Чебоксарах, я по национальности не чуваш, и я не говорю по-чувашски. Ну, так, чуть-чуть, там, знаю пару предложений. В общем, к сожалению, открыто говорить на чувашском языке я не могу. Владислав Хамзин, 114 лайков, вот, про Жорика. Вот, я могу, вот, в камеру говорю, я не беру деньги за тест-драйв автомобилей. И я не занимаюсь рекламой именно в Ютубе. Поэтому, значит, там, опять же, будет вопрос, чем ты занимаешься... чем ты занимаешься... чем зарабатываешь деньги? У меня есть рекламное агентство, которое занимается рекламой. Оно занимается наружной рекламой. Ну, это щиты вот эти, баннерная ткань, диоды, объемные буквы. То есть, это вот... Это... С этого я зарабатываю. Возможно, Александр Беляков, 44 лайка, нужно возрождение рубрики БУ в стране кризис все же. Вот, в рубрике БУ, я думаю, мы попробуем снять Гранд Чироки. Я думаю, мы снимем 105-ку. Ну, вот, пока на ближайшее время рубрика БУ обязательно будет. Значит, Антон Лебединцев, 20 лайков. Антон, как ты относишься к тому, как Давидович в последних своих роликах вспоминает тебя про СРТ там, про кнопочки, про багажник и т.д.? Ну, во-первых, Давидович вспоминает меня очень часто. И я не знаю почему. С Давидовичем я общаюсь очень хорошо, у меня с ним хорошее отношение. Единственное, у нас разногласия по поводу, он не понимает мой контент, он говорит, что это скучно. Я не понимаю его контент, потому что, с одной стороны, это весело, но с другой стороны, если это весело, мы, значит, понимаем, что там смотрит молодежь, веселится, вместе обсуждает, повторяет, пытается его как-то, не знаю, им понравилось, вот как он, например, послал нахуй всех владельцев СРТ и Геленвагена. Причем, да, это, вы видели, как он это сделал? Из мертвой зоны. Чтоб владельца СРТ не видел. Вот. Так называемый фак из мертвой зоны от Давидовича. Вот. Ну, я думаю, что у него и хватит смелости это в лицо, как бы сказать, некоторым людям, да. Хотя это, мне кажется, полная глупость. Если Давидович думает, что это прикол, и он как бы для прикола это сделал, что все там, ха-ха-ха, какой крутой Давидович, он всех послал нахер. Крутости в этом я не вижу, а вот эти жесты, эти вот всплески эмоций могут перенять на себя школьники и неправильно это применять в жизни. Я считаю, что если уж ты делаешь какой-то развлекательный контент, ну, это уже его дело. По крайней мере, ну, надо быть хотя бы каким-то смешным, ну, это на грани фола, короче, все. То есть, а так, как к человеку, я ему хорошо отношусь, вот мы недавно общались, то есть, нормально, абсолютно, то есть, ну, вот он, ну, надо сказать, что он еще в роли, то есть, он такой, в общем-то, поспокойнее в жизни, на мой взгляд. Так, идем дальше. Значит, почему так и так это фишка или привычка? Сначала это было привычкой, потом это стало фишкой. Это задал вопрос Дмитрий Сергеев, 43 лайка. Значит, идем дальше. 42 лайка, Лешка Бондаренко. Антон, как тебе такое предложение? Собрать подписчиков и устроить мини-пробег по сиделке с покатушками, где можно будет пообщаться с тобой, с другими ребятами из других городов, посмотреть, кто на чем катает, отдохнуть все вместе и получить море эмоций. Позовем шкалеров на девятках, пусть порвут твой гелик. Естественно, организацию складывать на твои плечи никто не собирается, мы сами не валенком деланные. Татарстан, смотрите, парни пальца вверх, кто за такую движуху. Обязательно давайте придумаем место, где мы можем собраться, где-нибудь, может быть, думается совместить с каким-то крупным мероприятием, типа автоэкзотики или там, что у нас такое массовое проходит, может быть, соберемся на НЛиме. Кстати, вот этот 900 сильный X6M будет гоняться в НЛиме, мы снимем про это видео, прям полноценное. НЛим изнутри с глазами участника, какие-то подводные камни, какие-то организаторские моменты, настройка автомобиля. Я думаю, это будет всем интересно, потому что обычно мы видим просто результат, а вот мне больше всего нравилось, когда вот НЛим, как вот там, как машину настроят, как готовят, какая там царит атмосфера. Хочется тоже это все показать. Значит, дальше. 50 лайков, Евгений Максимов. Антон, на чем ты сейчас ездишь? Какая на данный момент у тебя личная машина для повседневной езды? Ребята, подержите лайками. На данный момент я езжу на Геленвагене. В раздумьях пока, что я буду покупать, за какую сумму. Я уже в видео про SRT говорил, что на данный момент SRT подорожали в два раза, поэтому компрессорный, я думаю, он еще не выше, но он будет стоить намного дороже. Но с учетом того, что доллар сейчас падает, ну, по крайней мере, на этот момент, может быть, все изменится. 31 лайк, Дмитрий Лазарев. Антон, когда будет поездка на Нюрнбург Ринг? Парни, ставьте лайк, чтобы Антон увидел. Спасибо. Поездка на Нюрнбург Ринг, все-таки, думаю, мы поедем в этом году. Но на данный момент цифры я не могу точно сказать. Кстати, надо завести 12. Антон, когда RS Q3 сделаем, дальше, значит, дальше идем. 23 лайка. Ваня Музыка задает вопрос. Антон, сделай тест-драйв BMW X5M и расскажи всем, какое оно говно. Я тебя прошу с улыбками. Я хочу снять X5M Давидыча. Вроде бы мы с ним разговаривали, в общем-то, он не против, поэтому надеюсь, что все получится. И все-таки я ему предложил заехать. Вот он собирает новый тысячесильный мощный Модор с X6 900-сильным. Мне кажется, было бы интересно. Прямо на квотер. И замерить, кстати, я бы замерил. У меня есть Рейс Лоджик, мы бы замерили этот автомобиль, на что он действительно способен. Если он такой быстрый, это просто будет взрыв мозга. Так, Аркадий Аркашин. Так и так, здравствуйте. Антон, сними, пожалуйста, обзор. Что лучше взять за 300-400 тысяч свежий Солярис, Риво Пауэль, Трешку, Е46, Цешку, 203-й кузов, А4, Б6. Думаю, что тем, кто выбирает себе первую машину, будет интересно услышать твое мнение. Ставьте лайки, чтобы увидел. Если я бы взял какой-нибудь... Опять же, для чего он вам нужен? Чтобы кайфовать автомобиль или что-ли, чтобы просто ездить? Чтобы просто ездить, развиваться, работать, учиться, не нести большие какие-то потери, там, да, лучше взять автомобиль посвежее, меньше с ним мучиться. Ну, мучиться как? Можете и не мучиться. Вот. А если уж вы действительно хотите, безусловно, 203-й и Б6, и 46-я будет в обслуживании намного дороже, чем тот же самый, там, Солярис, Полседан или, там, Риво. Поэтому, вот, скоро я примерно вам расскажу, сколько стоит 46 содержать в следующем выпуске, в выпуске про E46. И вам, может быть, идея эта, значит, разонравится. Так. Как развивается отношение с Давидовичем после вашего спора по поводу СРТ? 77 лайков. Ну, а как они могут развиваться? Нормально развиваются абсолютно. То есть, он выпустил выпуск, а я выпустил, значит, список технических неточностей, которые он допустил. Когда гонка с Давидовичем, круто было бы, конечно, но на чем не ехать. Можете проверить, ну, вот, напишите, скажите, вот, мы хотим, чтобы ты протестировал такой-то автомобиль, мы готовы тебе заплатить, там, или позвоните, ну, попробуйте, как бы, меня на это проверить. Дальше. 34 лайка Сирока и ТТ 34 лайка Дмитрий Давыдов. Вот на то протестирую, я скажу протестировать, но если у меня нет автомобиля, на данный момент, например, я должен протестировать. Я вообще готов все машины на земле протестировать, все. Вот, значит, идем дальше. Максим Кириленко, 58 лайков. Антон, действительно ты делаешь обзоры за деньги? Что ответишь на высказы Эрика и Жора по поводу джета? Как только выходит новый автомобиль, я стараюсь быть первым. И это было у меня из Камри, со всеми новыми автомобилями, дилеры которых, которых, дилеры, дилеры которых у нас расположены в городе. Я всегда снимал там первые обзоры Камри, там, Риво каких-нибудь, еще, кстати, надо Риво снять. Там, ну, все новые машины были у меня, абсолютно. Естественно, когда выходит новый автомобиль, например, Volkswagen Jetta, я его снимаю. Но, когда производитель выпускает новый автомобиль, он же также параллельно вытаскивает рекламу везде, где можно, там, это прероллы, там, на YouTube, еще где-то. Естественно, мой обзор всегда, если я делаю новый автомобиль на время того, когда он выходит, появляется, мой обзор всегда совпадает с выходом его рекламной кампании. И отсюда у людей, значит, сомнение, что вот выходит новый автомобиль, идет его реклама, и Антон сделал обзор. Ну, все. Вот сейчас вышел обзор, например, нового CR-V. Это что значит? Вот она вышла первой у меня на канале. И, естественно, автопроизводитель, когда выходит новая модель, запускает рекламную кампанию. Они организовывают так называемые пресс-туры. Туда может ездить и Жорик, и Давидыч, и все другие YouTube-блогеры. Но почему-то, кроме меня, никто не ездит. Потому что, я так думаю, у Жорика и у Давидыча нет мотивации просто ехать и снимать про новую CR-V. Потому что на их канале это смотреть никто не будет. Если Жорик выпустит новую CR-V, сделает обзор, или Давидыч, они скажут, вы что, ребята, что за дерьмо в этом? Их аудитория это не поймет. Понимаете? Им это не нужно. С другой стороны, если, например, Давидыч, например, я не знаю, там, наложит 8 мешков навоза в CR-V, погоняет на ней, посмотри, а потом ее сожжет, вот это вот люди смотрели. Ну, это уже шоу. Так, КамАЗ. КамАЗ, КамАЗом. На следующей неделе я обещаю вам сделать Вольво. Эти Вольво, это уже, просто уже, это, я найду Вольво и сделаю на следующей неделе вам Вольво. Обязательно. И вы увидите Вольво на следующей неделе. Опять же, просьба Крузак Сотка, я думаю, будет 105. Петр Корнюшин, значит, Антон, скажи, пожалуйста, твое мнение насчет ситуации с Топ Гирой Кларксом. Что ты думаешь, будет дальше? Закроется передача без него? Или без него будет норм? Поддержите лайками. Но там, как я понял, другие два, Мэй и Хамонт, они тоже говорили о том, что они уйдут, поэтому, вот, в общем-то, мне кажется, без них-то передачи не будет. И там еще есть, опять же, я когда просматривал, не хотите ли вы сделать пародию на новый Топ Гир? То есть, на российский Топ Гир, то есть, даже не пародию, а просто аналог там. я Жорик и Давидович, потому что Жорик и Давидович, они как-то еще схожи по формату. по крайней мере, Жорик, тот, который он был раньше, это антитест-драйвы и Давидович. Они оба делают шоу, они привлекают. Я больше говорю, концепция моего канала основана не на том, что я людям интересен, а на том, какие автомобили я тестирую и как я их тестирую. Вот это вот и что я о них думаю. У них больше шоу, поэтому, думаю, немножко форматы не совмещенные. С другой стороны, я планирую сделать русский аналог передачи «Тачка на прокачку», то есть, где мы будем дорабатывать старый, прям вот, ну, такой, прям полноценный проект с нашими, там, возможно, придется каких-то партнеров там найти, кто будет красить, кто будет, потому что сам-то я тести на это делать, это не буду, вот, поэтому, возможно, будет ряд таких сюжетов, как мы будем, ну, аналог «Тачки на прокачку», что-то в этом роде, прям вот, вот, берем ведро, делаем и потом показываем владельцу, что мы сделали с этим его ведром, то есть, ну, что-то в этом роде. идем дальше. Значит, Игорь Бочкарев, 18 лайков, Антон, как прокомментируешь фразу Давидовича в тесте Волчка насчет СРТ-8 и Геленвагена и их владельцев? Палец вверх. Ну, это, опять же, я не знаю, что у него на уме, какая у него ненависть к этим людям, зачем он это сделал. Так, идем дальше. Серега Романов, 20 лайков, Антон, можешь ответить, сколько у тебя тачек? У меня на данный момент два автомобиля, 12-й и Геленваген. На данный момент. Идем дальше. Так, 71 лайк. E60 будет ли M5 и 535D? Если у вас E60 есть BMW, напишите, пожалуйста, на почту снизу. Или M5, я буду прям рад. Нигде не могу найти автомобиль в хорошем состоянии. Так, идем дальше. Ну, тут похожие, похожие вопросы. Что, 7-ка 400 лошадей Сергея Вадимовича зимой этот проект был полностью законсервирован и сейчас, надеюсь, как бы, она поедет. Так. Антон, будет ли Audi A6 2015 года? Ребята, поддержите, чтобы Антон увидел. Да. Вот, кстати, к Audi, дайте мне, пожалуйста, на тест Audi A6 3-литра TFSI именно 3-литровый, потому что очень интересен этот автомобиль, именно 3-литра. Я бы сделал тест-драйв. Так, Артем Миносян, 14 лайков, Антон, как надолго будет рестайлинг, как долго будет рестайлинг твоего Геленвагена? Не мог бы ты сделать тест-драйв Mercedes S-класса, V140 и Lexus 470. Обязательно сделаю, рестайлинг будет недолго. Так, значит, Мансур Шафигулин, 84 лайка. Привет, Антон, для чего хотел бы выразить тебе благодарность за твои адекватные обзоры, четко, понятно, все по делу, без лишних приколов. Интересно смотреть, но в последнее время твои обзоры, тесты, это дорогие авто, их, конечно же, тоже интересно смотреть, но хотелось бы больше видео БУ. Я считаю, что стоит возобновить рубрику БУ авто и хотя бы раз в две недели плюс-минус выкладывать видео. И ты обещал сделать полноценное подробное видео о покупке БУ авто, мое, надеюсь, в этот раз ты видишь мое сообщение. Ну, вот, как бы, основной проект на канале, на данный момент действующий этот автомобиль Геленваген за доступный за 550 тысяч рублей, естественно, выше он намного дороже в итоге, но вот, тоже, мне кажется, доступный. Основные проекты по доработку 12-й, концепция канала, ну, естественно, премиум, он всем интересен, но все-таки направленность, я думаю, идет именно на автомобили БУшные, там у нас есть проект с 46-м кузовом, с 36-м кузовом под названием Антитаз. Где-то я уже слышал это название, кто-то новый проект запустил, назвал Антитазом. С чего бы это, я даже не знаю. Поэтому БУ продолжим, вот сейчас хотим, планирую, снять импрезу в РХ БУ. Так, 12 лайков, Илья Иванов. Антон, привет, BMW, Audi, Infiniti, это все понятно, хорошая машина, но не для всех доступная, далеко не для всех, но все равно очень приятно смотреть твои тесты с любой тачкой. Можешь ли ты сделать тест этого автомобиля для фанатов джипов? А, в общем, Grand Cherokee. Grand Cherokee будет, БУ. Тоже обещаю. Значит, опять, что у вас с Давидовичем, почему вы друг друга кидаете в огород ко мне друг друга? Я, у меня ничего нет с Давидовичем, а Давидович часто говорит о том, что SRT это тюрьмо, владельцы SRT Геленвагенов, идите там куда подальше. Я не знаю, то есть, я такими словами никогда не оперирую, не бросаюсь, спокойно все. Идем дальше. Что у нас? 26 лайков. Блин, я очень хочу протестировать V140, но не могу найти. Поэтому, я, кстати, я буду в Москве с 20-х числах. С 20-го апреля, где-то по 1-е мая, ну, примерно. И, если у вас есть интересная машина, прямо в Москве протестируем. Может, какую-то там встречу фанатов организуем. Если вот есть V140, V60, безусловно, я прямо жду. снимем, никуда не надо будет приезжать. Опять E5, E60. Так. Skyline не могу найти пока. Как с этим платьем? Как с этим платьем бороться? Я не могу. Ну, вот какого цвета платья? Вот какого цвета платья? Вы видите? Ну, вот какого? Вот оно у меня синее. Это уже, как меня все задолбали с этим, какого цвета. Я говорю, синее, синее. 20 лайков Евгения Терентьев. Хотел, хотелось, вижу, обидеть. Хотелось увидеть БМВ-8. Болезни, проблемы, собираюсь брать на проект Antitas. Ну, бери, я не знаю, как бы. На этой машине не ездил. Не могу ничего сказать. Так, дальше. Я не знаю, вот я все все читаю, вот эти все вопросы, они с 19-17 до 20-40 были заданы. И это, и это вообще маленькая часть. Так, опять про Кларксона, Владимир Суворов, 43 лайка. Кларксон, вы думаете, он все на работе найдет? Во-первых, он все зарабатывал хорошее состояние на крупных гонорарах, потому что ввел одно из самых популярных шоу автомобильных в мире, я даже думаю, самая популярная. И у него проблем точно не будет. Он может читать лекции, выпускать книги, сниматься в кино, ему вообще пофигу. Я думаю, мне кажется, вообще сначала думаю, когда эта история появилась, он хотел-захотел красиво уйти, или это реклама передачи, но когда они сказали, что она закрывается, это уже немножечко, ну, настороживо и печально, потому что Top Gear это хороший контент тех людей, которые собираются, например, делать какой-то аналог, не надо повторять за концепцией. Три человека, там пародия Кларксона, пародия Кхамонта, пародия там на Мэя, но это не покатит. В России нужен другой формат, не нужно треведущих, нужно придумать что-то интересное, которое будет идти, 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 идти. Всем нравится. Про гелик я вам уже ответил полностью. Так. Тимур Ревазов, 45 лайков, Антон, прокомментирую эту пародию на Давидыча. А, ну это да, это я видел, ну это прикольно, да, то есть, ну, посмотрите, может я у себя выложу ссылку вниз под видео. Один день, я уже один снял, скоро, может, снимем про Москву что-нибудь интересное, поеду на Смотру. В принципе, все, давайте мы остановимся, потому что основная тема, значит, видео Жорика, Геленваген, про планы рассказал, ответил на какие-то ваши основные вопросы, так можно часов пять сидеть. Всем большое спасибо за внимание, ставьте лайки и до встречи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!